Дорогие друзья, всем добрый день. Продолжаю запись роликов для домашнего обучения. С учетом того, что сейчас в нашей стране коронавирус и необходимо находиться всем дома. Но чтобы избавиться от лени, от повседневного смотрения телевизора и компьютерных игр, и сидений в интернете, предлагаю вам заниматься спортом. Вчера я объяснил, как нужно закачать бицепс-трицепс. Сегодня я хотел бы в первую очередь обратиться к воспитателю клуба. Работа на выносливость, именно что касается единобучения. Моя точка зрения такова, что если с вами не находится человек, который знает, что такое единобучение, то есть не умеет держать лапы, смысла по лапам бить нет. Если человек с вами находится рядом, который знает технику удара, то это, конечно, да. Объясню, почему нет. Потому что, как правило, дети еще не обладают большой техникой, ну, за исключением некоторых. Ну, я говорю про свой клуб. Поэтому вы просто можете испортить технику удара. Объясню, почему. Потому что в течение этого времени вы там будете находиться на карантине, и у вас сфермируется мышечная память, и вы будете бить неправильно. Поэтому моя позиция остается такова. Лучше работать все-таки на выносливость. Технику вы нарастите тогда, когда уже придете в зал. Поэтому сегодня рассмотрим комплекс. Он состоит из нескольких упражнений. Самое главное первое – это разминка. Для этого используем обычные прыгалки и разминаемся. Либо два раунда по пять минут, либо один раунд по десять минут. При этом надо сочетать, работать, образно говоря, полторы минуты спокойно и 30 секунд ускорения. То есть начинаем мы спокойно, и потом ускоряемся. В том числе можно делать изумленные прыжки. Если у вас дома прыгалок нет, поэтому делаем бег на месте. Обращаю внимание, что колени поднимаются на 90 градусов. И локти идут назад. То есть неправильно это удар. А начинаем спокойно бегать, колени поднимаем, локти назад. Да, поверьте мне, это упражнение намного тяжелее, чем прыгалки. Вот поэтому, если у кого-то прыгалок нет, сокращаем разминку до, в принципе, пяти минут. Далее вы размялись. То есть либо 10 минут на скакалке, либо 5 минут бегом. И приступаем уже непосредственно к комплексу. Он состоит у нас из трех упражнений. Первое упражнение. Берем гантели. У нас гантели одни 2 килограмма, другие 1 килограмм. Если гантелей дома нет, надо брать какие-нибудь движения в зиму. В любом случае, детям 2 килограмма, я думаю, это слишком многовато и килограмм. То есть 0,5 и килограмм. Первый подход. Работаем минуту. Делаем различные удары на входе в атаку и на выходе. Именно одиночные. И постоянно меняем либо левая, либо правая рука. То есть именно на шеллаке. Вход, выход. Вход, выход. Вход, выход. И стараемся удар акцентировать. Также вращение до кулака должно иметь место быть. То есть не надо полностью заворачивать. Мы представляем, что у нас это удар. Соответственно, руки всегда от челюсти. И чтобы вот этого не было. И постоянно работаем. Это работа минуты. Далее. Постараться сделать интенсивный минутный бег на месте. Скакалки лучше не использовать, потому что... Ну, или только сдвоенные скакалки. Бег на месте ровно минуту мы начинаем ускоряться. Это второй подход. И третий подход. Получается, берем килограммовый. Фронтальная стойка. И, соответственно, бьем. Два спокойно, третий жестко. Любой удар. Два спокойно, третий жестко. Да. Да. Это получается один большой подход. То есть на входе одиночные удары минуту. Потом, соответственно, минуту ускорения. И минуту добиваем два спокойно, третий жестко. Получается, у нас комплекс состоит из трех минут. Советую сделать таких 6-7 подходов, не учитывая размин. То есть разминка 10 минут, плюс 6-7 подходов. Это получается с учетом отдыха. А отдыхать между подходами надо полторы минуты. Минута будет слишком мало, две минуты слишком много. Берем полторы минуты. То есть это, в принципе, уже 30 минут происходит. И добиваем после окончания 6-7 подходов следующим упражнением. Берем более слабенькие гантели. Ручки перед собой. И работаем минутку. Без перерыва. Обращаем внимание, что ваши колени должны подниматься не вот так. Маленько, да? А, соответственно, работаем вот таким образом. Сделали минуту. И минуту добиваем гантели. Либо с хлопком, либо в упрекием максимальным количеством раз. Вот, в принципе, на это уходит час. Но будет достаточно динамично и эффективно. И ваша выносливость будет постепенно повышаться. Возвращаясь к первому подходу второго комплекса, когда вы бьете одиночные удары, чтобы вам было интереснее, сделайте, допустим, первый раунд. В первом подходе только прямые на вход-выход. Второй раунд, там только апперкоты. Третий раунд только боковые. Вот. А третий подход, где у нас два спокойные и третий, с акцентом, там уже любые используйте. В принципе, вот так. Завтра выложу упражнение супер-серия «Как закачивать у нас их плечи». Дорогие друзья, не болейте, берегите себя, своих близких и доходите в дом. Спасибо. Спасибо.